Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Буганформ» в студии Виктория Саченко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Последовательницы Флоренс Найтингейл, одной из основательниц службы «Сестер Милосердия», принимают поздравления в свой профессиональный праздник. В Брестской городской больнице скорой помощи прошел традиционный конкурс профессионального мастерства. Перспективное направление альтернативной энергетики или вторая – жизнь пищевых отходов. Брестский мусороперерабатывающий завод превращает использованные продукты питания в энергию. Новые страницы фестиваля «Непротоптанный шлях». Насколько сложен он, театральный путь, и каково это – быть артистом вопреки приговору судьбы. Об этих и других событиях прямо сейчас. Международный день медицинской сестры на текущей неделе отметило мировое сообщество. Уже более полувека, именно 12 мая, в день рождения Флоренс Найтингейл, одной из основательниц службы «Сестер Милосердия», чествуют и благодарят за труд представителя этой нелегкой, но очень нужной и благородной профессии. Традиционно они остаются в стороне от инициативы и медицинские учреждения города над Бугом. Больница скорой медицинской помощи, к примеру, проводит в честь праздника специальный конкурс профессионального мастерства. Побывала на мероприятии наша съемочная группа. Тему продолжит Анастасия Остробко. Конкурс профессионального мастерства в Брестской городской больнице скорой медицинской помощи проводится ежегодно. Первый состоялся в начале 2000-х и с тех пор традиции его неизменны. Весной в учреждении здравоохранения выбирают лучшего представителя среднего медицинского персонала. Проводятся соревнования в два тура. В первом каждое структурное подразделение отбирает своего кандидата. Именно им во втором туре предстоит преодолеть шесть непростых этапов. По условиям нашего конкурса будет проводиться шесть этапов. Первый этап конкурса это будет представление участницы конкурса и самого отделения. Второй этап это будет теоретический. Третий этап практически оказание неотложной помощи. Четвертый этап тоже практически гисмургия. Пятый этап этого конкурса это медицинская мода будущего. Шестой этап этого конкурса, заключительный этап это домашнее задание. Нашей съемочной группе удалось понаблюдать за работой двух из восьми медсестер-участниц в преддверии финала конкурса. Светлана Матьюк трудится в неврологическом отделении третий год. До этого она работала в родильном доме. Общее количество лет отданных медицине уже перешагнуло отметку в четверть века. Светлана Николаевна признается, себя в другой сфере деятельности даже не представляет. Ее жизненное кредо – постоянное самосовершенствование. Рабочий девиз – с любовью к людям. Я не скажу, что легкая работа где-то есть. Нет легкой работы. Просто желание трудиться, желание помогать, и тогда никакие препятствия не будут мешать вам в достижении вашей цели, вашей работы. Главное – это делать с любовью. Несмотря на сложности в работе, мне она доставляет огромное удовольствие, потому что я могу здесь себя отдать, реализовать, подарить тоже любовь и увидеть в глазах пациента тоже благодарность. Екатерина Шляшко – операционная сестра. В круг ее обязанностей входит подготовка пациента и помещение к операции, а также помощь хирургам на всем протяжении вмешательства. Легкой эту работу не назовешь, но девушка считает, что ей очень повезло. Ведь она занимается тем, что на самом деле любит. Еще учащись в колледже, Екатерина хотела стоять у операционного стола. И пару лет назад, когда желание осуществилось, поняла, что с выбором не ошиблась. Вообще это очень интересно. Медицина в принципе не может быть неинтересна. А здесь это вообще все наяву, не так, как показывают это где-то в фильмах. Поэтому здесь не может что-то не нравиться. Я думаю, что еще долго буду работать с таким же удовольствием, в принципе, как и сейчас. По итогам конкурса призовая тройка выглядит следующим образом. Лидер сестра реанимационного. На втором месте неврологического, на третьем – кардиологического отделения. Но по словам и самих конкурсантов, и организаторов соревнований, такое деление очень условно. Своим коллективом и руководством больницы гордится и считает, что каждый из участниц конкурса и вообще представители и представительницы среднего медицинского персонала учреждения здравоохранения достойны похвалы и самых теплых слов. Профессиональный праздник особенно. Профессия медсестры – это очень сложная, можно сказать, даже героическая профессия. Ибо она требует очень много разноплановых человеческих качеств. Таких вот добрых человеческих качеств, как любовь, сострадание, забота, терпение. Но все лучшее, что может быть человеке по отношению к больному. С другой стороны, она требует очень высокого профессионализма и образованности. Хочу всех наших средних медработников поздравить международным днем медицинской сестры, пожелать всего самого доброго, здоровья, профессионального роста, и чтобы в первую очередь все было хорошо дома. Анастасия Стропко, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Знаете ли вы, что обыкновенные картофельные очистки становятся топливом для получения электроэнергии? Если нет, то вам стоит посмотреть следующий материал нашего субботнего выпуска. Речь пойдет об резком мусороперерабатывающем заводе, единственном в стране предприятии, которое превращает пищевые отходы в энергию. Раньше органику свозили на специальные полигоны. Сегодня она поступает на специальную линию по сортировке, а затем на переработку. Как происходит этот процесс и каков экономический эффект, узнавала Виктория Драгобецкая. Первоклассница Настя Полихович знает, что сортировать мусор – дело важное. Поэтому после легкого перекуса шкурка от банана отправилась в строго отдельный пакет с пищевыми отходами. Разделять мусор детей учим с детства, поясняет мама Насти – Татьяна. Особенно легко это стало делать с появлением контейнерных площадок. Для каждого вида отходов свой ящик. Взрослым не надо думать, как уместить все в один пакет, а детям – развлечение. Разложить пластиковые бутылки, стекло и пищевые отходы, что называется, по полочкам. Как-то мы уже дома приучили себя сортировать мусор, приучаем и детей к этому. Мы знаем, что бумага – это макулатура, бумагу мы всегда отдельно складываем, пищевые отходы, естественно, отдельно. Ну и стекло, пластик мы, конечно, тоже стараемся в разные пакетики разных цветов складывать и относить соответствующие контейнеры. Дети наши тоже с удовольствием к этому приучились, и всей семьей мы творим благое дело. После того, как в мешок со счистками от овощей и фруктов попадает специальный контейнер для пищевых отходов, у него начинается так называемая стадия перерождения. Если раньше использованным или просроченным продуктом питания была одна дорога на свалку, то сегодня это ценный энергетический ресурс. В городе Бресте ежедневно образуется порядка 200-300 тонн отходов. Эти отходы поступают к нам на предприятие, и путем сортировочной линии, это ручная сортировка, также автоматически отсортироваются пищевые отходы. Эти пищевые отходы подвергаются процессу сбраживания с целью получения биогаза. Этот биогаз после очистки поступает на мини-ТЭЦ, где он сжигается, и уже выработанная электроэнергия используется как на наши собственные нужды, а также передается в сеть Брестэнерго. К примеру, в прошлом году предприятие выработало из органических отходов более полутора миллиона кубических метров биогаза. Причем на нужды завода ушла только четверть так называемой зеленой энергии. Кстати, пищевое сырье для переработки завод получает не только от населения, но и от предприятий общественного питания, ресторанов, супермаркетов, кафе и баров. В процессе технологической сортировки отходов мы осуществляем сортировку вторично материальных ресурсов, а также пищевых отходов. Это порядка 30% от общего количества отходов, которые образуются от населения. Помимо работы с населением, также у нас ведется работа с юридическими лицами. Это порядка 200 единиц заключенных договоров по поставке к нам пищевых отходов. Это могут быть как отходы кухонь, так и испорченные продукты питания. Утилизация пищевых отходов – занятие выгодное и прибыльное, ведь используя энергию, добытую из местного сырья, государство покупает в разы меньше природного газа за рубежом. Отсюда существенная экономия валюты. К практике Бреста планируют присоединиться предприятия Минской области. А это значит, что одно из актуальных направлений альтернативной энергетики вскоре получит развитие по всей стране. Виктория Дрогобецкая, Дмитрий Хрущ, Эдуард Букунович и Дмитрий Лазарчук специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. Траурная церемония захоронения останков советских летчиков, погибших 16 июля 1944 года, прошла на текущей неделе на Брестском гарнизонном кладбище. По архивным данным, экипаж в составе 7 человек выполнял боевое задание на американском бомбардировщике Б-25 «Митчелл», который был доставлен в СССР и США по лентлизу. Возвращаясь на аэродром, боевая машина попала под обстрел с зенитной артиллерией противника. Самолет упал в пригранище в нескольких сотнях метров от реки Бук. Все члены экипажа погибли. Спустя почти 70 лет в 2013 году о предполагаемом месте крушения самолета сообщил бывший житель деревни Непли Блесского района. Он видел его падение, будучи ребенком. Через два года при проведении поисковых работ личным составом 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь останки военнослужащих были найдены. Тему продолжит Виктория Драгобецкая. На траурную церемонию в Брест София Сергеевна Масенкова вместе с семьей приехала из российского города Рыбинск Ярославской области. Пожилая женщина не сдерживала слез. О том, что найдены останки отца, дочь погибшего гвардии лейтенанта Сергея Баринова, узнала спустя долгие 72 года. Все это время ее семья безуспешно пыталась найти пропавшего без вести. Единственной ниточкой были сведения о месте базирования авиаполка, в котором служил Сергей Баринов. А в январе этого года рыбинские журналисты нашли информацию о советском экипаже в одной из брестских газет. Там значилось имя гвардии лейтенанта Сергея Баринова. Вот так Брестская земля стала местом долгожданной встречи. Я счастлива, что я здесь приехала и что нашла своего отца, потому что всю жизнь без отца это очень тяжело. А мне сказалось, у нас женщина живет, она тоже в поисковом отряде, только по Новгородскому району. И вот она меня нашла, и от нее я узнала в январе месяц этого года. Мы ощущали его отсутствие. Было очень тяжело бабушке и маме без него. Практически с детства я слышал о нем, о его подвиге. Когда я рос, мне показывали фотокарточки, говорили, что я похож на него где-то. Очень важно, что мы нашли его. И мы стали целой семьей. Кроме Сергея Баринова, Брестским поисковым отрядом «Авиапоиск» при взаимодействии с российскими коллегами были найдены родственники еще трех членов экипажа самолета. С ними была налажена переписка, поступили подтверждающие документы и фотографии погибших. Ключом в восстановлении личности послужила записная книжка одного из членов экипажа, Давида Соломоновича Фролова. У него была записная книжка с адресами его родственников. Благодаря тому, что фрагмент этой книжки остался целым, он небольшой фрагмент, но на этом фрагменте хорошо читалось. Фролов М.С. Михаил Соломонович, родной брат, с указанием его полевой почты. Ну а местные жители подтвердили все, как оно было, что никто не прыгал с самолета, очевидцы, место падения. И подтвердили нашу догадку, что самолет отвернул от деревни, спасая деревню в последний момент ценой своих жизней. После траурной церемонии захоронения у могилы экипажа самолета была открыта мемориальная плита с фотографиями и именами погибших летчиков. Вечная память героям, отдавшим жизни за освобождение нашей Родины. Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Десятки брещан пришли на гарнизонное кладбище почтить память павших героев, тех, кто своим подвигом сохранил жизни сотни людей. И истинно выражение – мертвые живы, пока есть живые, чтобы о них вспоминать. Но как ни печально об этом говорить, есть такие люди, которые ни во что не верят, и нет для них ничего святого. Есть такие люди, которые разрушают могилы умерших. Вандалы – так именуем мы их. В Кобрецком районе, в деревне Новоселки, уже не в первый раз некто, пока неизвестный, пытается осквернить могилу. Родственники, обратившиеся на горячую линию нашего канала, недоумевают, за что и почему никто ничего не предпринимает, чтобы прекратить безобразие. Наша съемочная группа попыталась разобраться в ситуации. Деревня Новоселки радует глаз ухоженными домами, чистыми улицами, приличной инфраструктурой и жителей приветливо и улыбчиво. В большинстве своем охотно идут на контакт. Фактам вандализма на кладбище не просто возмущены, негодуют, понимая всю жестокость и жесткость ситуации, а еще в смущенных взглядах чувство вины. Новоселки не столь большой населенный пункт, чтобы его жители хотя бы не догадывались, кто творит такое зло. Плохо делают, плохо делают, зачем именно дробят, я не знаю, поймать, судить настоящее, настоящее вы их судите. Ну это слез обидно, правда же? Обидно? Не знаю, что угодно могут сделать. Любой же, там не один же памятник, там же несколько штук, что они им мешают. Умершие, они ничего не сделали, а он делает плохое. Это не единичный случай. Да. Но я не думаю, что это говорят, что, некоторые говорят, что это молодежь, все-таки это не молодежь. Это сознательный человек. Да, это кто-то сознательно, что, может быть, со стареньких людей, которые уже, как бы, были такие разговоры. Ну а как-то бы сообщал? Ну тишина, тихо, никто ничего, как бы, не замечает, что там где творится. Сельское кладбище, на которое нас привез председатель Новоселковского сельского совета, ухоженное. В прошлом году, рассказывает Валентин Скакун, всем миром приводили в порядок. Вырубили старые деревья, выкосили траву, а праздничное убранство могил после радуницы радует и глаз, и сердце. Люди помнят о своих умерших близких. Но не все так радужно, действительно, подтверждает Валентин Федорович. Завелся некто, обойдемся без эпитетов в его адрес, кто неоднократно нарушает покой умерших. Особенно страдает одна могила. Чтобы хоть как-то замаскировать просверленные дыры, родственники идут на всевозможные ухищрения. Скорее всего, это больной человек какой-то, понимаете. Потому что есть семья не без рода. Вот у нас появился такой человек, который действительно этим вот, не знаю, что он хочет доказать. Валентин Федорович, если откровенно, у вас есть догадки, кто это? Я склонялся ко многим версиям, но как бы мы и с участковым прорабатывали, и тогда после этих следствий. Ну, как бы, есть версии, но вот ни пойман, ни вор. На деревне, конечно, это как бы уже в городе, может быть, и там слышим по радио, там по телевизору. Ну, уже казалось, в деревне как-то. Хотя представитель постоянно, вот он тут и контролирует. А заплатывающий, он вообще всегда смотрит. Правоохранительными органами по данному факту возбуждено уголовное дело. Но и по сей день виновные или виновные не найдены. Наверное, только в детективных сериалах сыщики работают оперативно. Сразу же при первом сообщении, когда вот поступила мне, я сразу позвонил в милицию, на 02 участковый приехал, следственная группа приехала. Вот они разбирались в этом, завели уголовное дело. Вот, ну, как бы, своими людьми вызывали, вызывали, значит, на допрос вызывали. Пару семей у них тут подозрение было вызывали. Они меня допрашивали. По факту есть факт, что действительно дырки есть. Говорю, есть факт. Видно, что били, что видно, что разбиты эти... Ну, как бы, мы их допрашивали. Пару у нас людей есть такие, вот, чем мы их допрашивали. Идет уголовное дело. Вот, пока они подозреваемого не нашли. Слышали что? Ну, что-то там, то ли глаза повыкаливали, то там поцарапали, где-то поударяли, там, не знаю, боздями или чем. Ну, некрасиво, конечно. Но факт то, что, может, этот человек через месяц, через полгода объявится, ну, тоже же нереально кому-то. Опять же, видеокамеру, так ту видеокамеру могут и украсть, правильно же. Или надо человека, опять же, за то, чтобы следил за монитором постоянно сутки, ну, тоже нереально. И каждому памятнику тоже же не приставишь. Обидно, досадно, потому что некрасиво поступлено по отношению людей к памяти тех-чех людей. Человек, пострадавший от действий вандалов, не хочет, чтобы кого-то наказывали. Чисто по-человечески больно. За бездушие других людей. И людей ли? На могиле скоро будет установлен второй памятник. Его ждет та же участь? Валентин Скакун заверяет, что будет сделано все возможное, чтобы инцидент не повторился. Сможем что-то предпринять? Излишне говорить, что место последнего покоя умерших на земле достойно самого благоговейного нашего отношения. Ведь на кладбищах мы погребаем дорогих нашему сердцу родителей, детей, родственников, друзей. И разве можно найти какое-то оправдание равнодушному или недостойному отношению к могилам живших прежде нас? По словам архиепископа Екатеринбургского и Верхнетурского Викентия, люди, решившиеся на святотатство осквернение могил, не только сами, но и потомки их попадают под страшное проклятие. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы «Богинформ». Продолжаем разговор о важном, актуальном и интересном. Театр – это особое искусство, воплотившее в себе и уникальность актерской игры, и гармонию музыкального сопровождения, и живость слова. Кто-то из великих сказал, что театр – это та же жизнь, просто в уменьшенном формате. Здесь, как на экране, человеческая сущность. Здесь открывается завеса тайны бытия. Здесь видны скрытые чувства и неподдельные эмоции. А что, если за театральной маской скрывается особый актер, который, несмотря на трудности жизни, хочет донести залу свои переживания, свои взгляды на то, какая она человеческая судьба? Его искусство также достойно внимания и уважения. Именно такой посыл несут общества организаторы 12-го международного фестиваля особых театров «Непротоптанный шлях», который стартовал накануне в областном центре. Представители Беларуси, Польши, России, Украины, Литвы в эти дни на Брестских подмостках. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. «Любовь моя, ты же знаешь, я тебя ждал, 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 я тебя ждал». Большая сцена, огромное количество декораций и костюмов. Все соответствует проведению настоящего международного театрального форума. И артисты на сцене, несмотря на особую атмосферу, атмосферу тепла и домашнего семейного уюта, все-таки волнуются. Для кого-то это творческий дебют, для кого-то очередная театральная история, наполненная новыми незабываемыми эмоциями и аплодисментами зрителей. На мгновение, оставив мысли о том, что в эти секунды происходит на сцене, начинаешь по-настоящему понимать, какой ценой даются такие, порой сложные, серьезные роли, и как нужно режиссеру любить это дело, чтобы, оставив дома близких и родных, вечерами после работы посвящать свою жизнь по-детски искренним, особенным актерам. Часто люди, занимающиеся с особенными ребятами, являются специалистами в своем профиле. Однако, эта театральная работа редко входит в круг обязанностей. Кого-то в такие театры привело сердце и желание помогать тем, кто оказался в беде. Кого-то эта трагедия коснулась лично, и в один миг жизнь получила новое отражение. Несмотря на трудности и неприятности, эти люди не прогнулись под ударами. Они выстояли, смогли найти силы и желание постигать новое и неизвестное. Об этом свидетельствует и жанровое разнообразие представленных на фестивале спектаклей. Театр теней, интеропера, академический спектакль. Мы привезли интероперу, поставили. Это люди в колясках, которые вместе с профессиональными актерами, певцами поставили оперу. Интероперу, конечно, про любовь. Что мальчик, который сидит в коляске, влюбляется в здоровую девушку, и там проходит весь такой сюжет. Раида у нас впервые в театре, она впервые на фестивале. Это актриса новая в нашем театре. Совсем юная, совсем молодая. «Сыра шейка по мамину сибиряку» – классическое произведение, всем нам известное. Как все утки улетели на юг, а «Сыра шейка» осталась без мамы, очень грустила. А кто ей помог? Кто спас «Сыра шейка» Раида? Дед. Дедушка. Каждый год театральный фестиваль «Непротоптанный шлях» включает в себя большое количество других, не менее интересных мероприятий. Это и образовательные встречи, и мастер-классы, и конкурс короткометражных фильмов, и выставка работ фотографов фестиваля. Такая большая программа – хороший комплекс мероприятий не только для самих участников, но и для обычных зрителей, которые просто могут прийти и поучаствовать. «Непротоптанный шлях», «Непротоптанный путь» проложен еще не до конца. А значит, у фестиваля будут новые гости и новые актуальные темы. Это большое преодоление, это путь к развитию, это путь к надежде, потому что часто работают с этими детьми и уже людьми в возрасте именно их родители, их близкие люди. То есть это часто не специалисты, неподготовленные люди какие-то, а просто родители, которые не хотят, чтобы их дети сидели дома и кисли дома просто. Поэтому они вовлекают их в такое движение, и это становится интересным. Потом, когда это все уже проходит, понимают, что жизнь не такая плохая уже, и есть люди, которым намного тяжелее жить, а их жизнь – это сплошное сражение. Они преодолевают что-то, постоянно куда-то двигаются, и при этом сохраняют какую-то надежду, сохраняют улыбку на лице. Это мешает надежду нам и заставляет двигаться дальше, конечно же. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. В городе над Богом в 30-й раз прошел фестиваль воздушных змеев. Это мероприятие давно стало долгожданным событием как для участников, так и для простых наблюдателей поистине волшебного действия. Нынешний конкурс на лучшую разработку привлек десятки подростков, детей и даже взрослых. Фестиваль посвящен великому празднику – Дню Победы. А потому изобретатели, каждый в своей индивидуальной манере, обыграли важную тему. Участников мероприятия ожидало строгое судейство. Жюри оценивало внешний вид, оригинальность, прочность и летные качества изделия. О том, удалось ли участникам побить рекорды прошлых лет, узнавала наш корреспондент София Бережная. «Майское небо Победы» под таким говорящим названием проходил традиционный фестиваль воздушных змеев. Поучаствовать в таком мероприятии – мечта многих еще из детства. А учитывая, что в небо взлетит собственноручное творение, это вдвойне волнительное и интригующее событие. В городе над Бугом фестиваль воздушных змеев уже 30-й по счету. Интерес к нему не ослабевает. Напротив, к участию подключаются взрослые. В этом году была введена новая номинация – семейный экипаж. Поправка в условиях обусловлена огромным количеством желающих показать действий, свой шедевр. И действительно, на площадке нынешнего соревнования было весьма оживленно. Испытать свои изобретения собрались учащиеся 25 школ и гимназии города. Более 70 воздушных змеев было представлено вниманию жюри. Итоговая оценка судей состояла из суммы баллов за оформление изделия, качество работы, соответствия заявленной теме. Учитывались материал, прочность конструкции, технически правильное ее выполнение. Изготовление воздушного змея оказалось не такой уж простой задачей, как кажется на первый взгляд. Ученики девятой школы, например, трудились над своим изобретением больше месяца. Удивить судей они хотели своей креативной идеей. Ну, интересно, много детей привлекают. Это интересно очень. Можно показать себя, свои способности. Можно змеев посыпать. Это еще в свое удовольствие. В свое удовольствие. Много людей можно опытом поделиться. Участники из 20-й школы упор сделали на материал. Потом тщательно подбирали говорящую картинку, ярко отражающую тему Великой Победы. Участвуем в первый раз. Подготавливаться мы начали еще месяц назад. Сначала начали искать материал, а потом сделали самого змея. Начали что-то подбирать для рисунка. Как его оформить. Единственная проблема была именно в раскраске. Уже не первый год с организаторами фестиваля выступают брестские спасатели. Они подготовили свою номинацию. Тема МЧС нашла отражение во многих работах. Что немаловажно, изделия выполнены на высоком уровне. Очень много красивых, интересных поделок. Очень радостно, что на многих змеях есть наша эмблема и телефон службы спасения 101. Поэтому мы обязательно этих деток будем награждать особенными призами. Четыре номинации, четыре призовых места. Плюс командные отдельно будут. Дипломы отдела образования, спорта и туризма получат участники. И призы тоже получат благодаря фонду «Новое поколение». Благодарительный фонд «Новое поколение». Они предоставили нам призы, за что мы им очень благодарны. И еще сюрприз от Санты Брэмар. Они тоже решили наградить наших победителей и участников. Молодежь и взрослые, впервые поучаствовавшие в фестивале, получили заряд положительных эмоций. Они воплотили давнюю мечту в жизнь, а это уже большая победа. Салют из воздушных змеев, подаренный горожанам, стал настоящим напоминанием о празднике Великой Победы. Он наполнил радостью весенний день и подарил брещанам хорошее настроение. София Бережная, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Бугинформ». И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БугТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Бугинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Далее в программе «Прогноз погоды на ближайшие дни». Я, Виктория Сащенко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. Воскресенье 15 мая будет облачное и с осадками. Территория республики окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с юго-запада Европы. В Бресте днем будет наблюдаться переменная облачность, западный порывистый ветер. Температура воздуха составит ночью 11-13 градусов, до 15 прогреется воздух в течение дня. В понедельник, 16 мая, каких-либо существенных изменений в погодных условиях не произойдет. Будет пасмурно, температура воздуха понизится и составит не более 8 градусов тепла в ночные часы и не более 14 со знаком «плюс» днем. Субтитры создавал DimaTorzok